здравствуйте сегодня 16 марта 2022 года 6 часов 56 минут утра солнечная погода 5 градусов мороза абсолютно безоблачное небо птички уже проснулись радуется теплу приветствует весну и я из дома услышал как шумит транспорт который едет через село и услышал взрывы взрывы исходят довольно далеко по направлению со стороны со стороны чернигова по чернигову продолжают обстреливать этот город с того же самого направления как и вчера это километров 15-20 по трассе от новгород северского это северо-запад чернигов вот эта трасса идет оттуда вот эти взрывы идут а сегодня ночью колонна сегодня утром точнее сказать колонна большая российских этих военных машин ехала в сторону российской границы сейчас я пройду от улицы в сторону своего сада и посмотрю какая тут ситуация дует такой незначительный ветер холодный северный 5 градусов мороза это довольно существенно есть тени на земле земля подмерзла но вот солнце которое вышло она уже достаточно высоко поднялась и она будет пригревать днем утром и днем и потеплеет до взрывы идут обстрелы идут либо гаубицы либо пушки на крышах ульев тут я смотрю и не есть но металл хорошо охлаждается он быстро охлаждается и на траве и на крышах ульев на металлических и не есть марыжек вот на пороге дома тут мяукает дом хочет сейчас я запись сообщения запишу и кота в дом пущу чтоб он погрелся а то он уже лапки померзли да это громыхает вот эти вот гаубицы которые вчера вечером чернигово стреливали это оттуда грохот этот идет далековато громыхает и такой вот звук мощный то есть это не какие-то там зенитки мелкие а мощные такие взрывы происходят сегодня вот эта колонна которая в пять часов утра ехала в сторону россии я предположил что это вероятнее всего что перелом войне и идет эвакуация российских войск с территории украины в россии они возвращаются ну дай бог чтобы так оно и было и вот эти вот обстрелы утренние это конечно очень тяжело неприятно для жителей чернигово потому что обстрел идет как бы вслепую то есть куда снаряд прилетел то он там и разбил разбомбил стрельба не прицельная просто уничтожение всего куда долетит снаряд то ли это жилой дом многоэтажный или одноэтажный или двухэтажный коттедж то ли это роддом или церковь или больница или детский сад или еще что-то или кинотеатр или институт или университет или какое-то другое учебное заведение или какое-то промышленное предприятие или магазин все это бомбится уничтожается варварские вот такой этот блядский русский мир паскуды татаро-монголы это суть всего это все этой блядской россии татаро-монголы как были всю жизнь так они и остались и ничего не поменяется до тех пор пока это гребанное государство не будет развалена на сотню мелких отдельных свободных независимых народных республик типа курской народной республики смоленской народной республики ленинградской народной республики новгородской народной республики и так далее каждая область это отдельная народная республика со своим президентом там или кто там будет назначен в правитель какой-то своим парламентом и пошло-поехало и чтобы этой россии и на карте мира не осталось до громыхает очень сильно гаубицами обстреливают чернигов северо-запада через северо-востока чернигова со стороны вот этой дороге которая нам ругать на наугород северский идет оттуда идет обстрел вот конченые падлы не как с этой войной у них конец не настанет все хотят на халяву захопать прихопать прихватить далековато стреляет сейчас чуть чуть дальше отойду чтобы и ветер микрофон не задувал спрячусь за домом и лучше слышно до мощные такие взрывы сейчас здесь саду хожу возле дома до периодически громыхает как будто бы как по часам там каждые там 20-30 секунд выстрел методично обстреливают чернигов он рыжий кот с белыми лапками белой грудкой с белыми усами просится в дом погреться все я буду заканчивать запись этого сообщения слава украине слава героем украины слава защитникам украины и слава всем благородным порядочным честным здравомыслящим людям во всем мире которые оказывают нам помощь в этой войне против россии мы защищаемся они нападают и хотят весь украинский народ уничтожить все разбомбить сравнять с землей как это в мариуполе сделали как это сделали в городах и населенных пунктах под киевом чтобы от украины ничего не осталось сто лет вам жизни здоровья благополучия удачи всего вам хорошего до свидания и до следующих выпусков моих сообщений идем идем сейчас уже рыжик все заканчиваем идем